Он его писал 18 февраля, а я получила его 12. Так, тут для всех, у кого сердце есть и болит за Сергея Ивановича. Потому что он не успевает всем сообщить. Одно слово только не разобрала. Добрый день, Ниловна! Ну, во-первых, спасибо тебе за поддержку и теплые слова. За последние 4 дня пришло примерно 500 писем. Заметил тенденцию, что стало очень много людей пожилого возраста. Покомментировать можно? Да. Потому что вот я, старуха, я уже всех своих похоронила, за мной никого нет. И я самостоятельно принимаю решение, что я буду тут стоять. А те, у кого бизнес, у кого дети, у кого работа, у кого ипотеки, они могут только сочувствовать, но выразить это вот не могут, чтобы не засветиться. Да и времени у них меньше, правильно? Для написания писем, да? Да. Пожилого возраста, с разных регионов. Пишут, что телевизор больше не смотрит, а все больше новости в Хабаровске. Спрашивают и передают приветы тебе, батюшке. Вот оно. Вот Аллу. И многим другим. Скажу так, что, конечно, я не оценил, нет. Но факт... Ну пропустите. Остается фактом. Много на это... Можно на это закрыть глаза, сделать вид, что ничего не происходит. Но слов... Наверное, из песен не выкинешь. Я тут... Слышал, снести пединститут хотят. Нельзя. Это история. Нужно просто отремонтировать, ломать, не строить. Ну, не допускайте этого. Конечно же. Это просто мое мнение. Но я же житель Хабаровска. Насчет задачки для третьего класса, это следователю было, что идут атомы. Один, значит, там, через полметра по квадрату. И сколько же это надо плюшек-то? Получалось у меня миллион. Это если по 10 рублей плюшка. Он говорит, что это для третьего класса, это сложно. Это им сложно. А Сергей Иванович Степанов. Думает о меня, понимаешь. Хороший пример про судью. Именно нету про судью, который сказал, что бы еще в Библию обратился. Хороший пример про судью. Нынче такие времена. Мне тоже тут судья подарок преподнес. 21 февраля 22 года. У меня предварительные слушания, ну и дела. И недолго запариваясь, судья решил процесс закрыть. Что, зачем? Просто закрыть процесс и все. Без Конституции, без Библии. Ну да ладно, я другого и не ожидал. Ты пишешь, что вы там требуете для меня лечения, обследования. Хорошо бы, конечно, но такие времена, что те, кто у власти, не любят, когда требуют. У меня к тебе просьба. Мне пришло очень много писем. Прошу тебя, поблагодари от меня всех, кто не безразличен. Я стараюсь отвечать на письма, но часть не доходит, а часть, что успеваю, идет долго. Я очень благодарен людям за поддержку. Все-таки надеюсь, что успею и сделают суд открытым. Услышат и сделают суд открытым. Им же ничего, нечего спрашивать, нечего скрывать. А мне тем более. Я тебе уже писал, что не знаю, Дошел ли ты Дошло ли то письмо. Ты там не болей, ты обязательно дождись. Много еще чего надо сделать. Так уже получается, что никто, кроме вас. Здоровья тебе крепкого, с уважением. Ко всем фургам. Покажите письмо, чтобы вы его сняли.